Тунис Тунисские власти сообщили о задержании еще двух вероятных джихадистов. Все трое, по данным следствия, входили в террористическую сеть, связанную с берлинским преступником. Анис Амри был застрелен вчера в перестрелке с полицией в Милане. Он первым открыл стрельбу по полицейскому при проверке документов и ответным огнем был убит на месте. В самой Германии также продолжаются поиски вероятных сообщников Амри. Министерство внутренних дел Испании сегодня сообщило, что проверяет возможные контакты тунисца с одним из предполагаемых экстремистов, находящимся на испанской территории. В Берлине тем временем люди продолжают нести цветы и свечки к месту теракта, произошедшего в понедельник вечером на Рождественской ярмарке. При наезде грузовика на людей погибли 12 человек, десятки были ранены. Около 200 человек вышли сегодня уже в Тунисе на митинг против экстремизма. Часть собравшихся призвало правительство вернуть на родину тех своих сограждан, кто живет за границей и подозревается в связях с боевиками. Судить этих людей надо на родине, так считают митингующие. На акцию они собрались у музея Бордо, где год назад жертвами нападения радикальных исламистов стали более 20 человек. Все 118 человек, находившиеся на борту угнанного лайнера и оливийской авиакомпании Африкия Эйрвейс, вернулись в Ливию с Мальты, где борт совершил незапланированную посадку. Никто из числа бывших разложников не пострадал. Вчера двое преступников вынудили пилотов рейса, совершавшего внутренний перелет из города Сепхов-Триполь, изменить маршрут. Самолет приземлился на Мальте, где захватчики угрожали взорвать лайнер, если не будут выполнены их требования. Людей, взятых в заложники, освободили спустя три часа после начала переговоров властей с угонщиками. Они были задержаны. Их называют сторонниками свергнутого ливийского диктатора Муамара Каддафи. Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяху назвал итоги голосования постыдными, подчеркнув, что не собирается подчиняться решению. С проектом резолюции выступил Египет при участии Новой Зеландии, Малайзии, Венесуэлы и Сенегала. За документ вчера проголосовали 14 из 15 членов Совета безопасности. США воздержались. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэра при этом отметила, что строительство новых поселений серьезно подрывает безопасность Израиля. Поскольку среди членов форума сохраняется весьма предвзятый подход к Израилю, и с учетом того, что есть важные вопросы, которые данная резолюция отражает в недостаточной степени, и Соединенные Штаты не могут согласиться с каждым словом в тексте, мы не голосовали в поддержку документа. Но так как эта резолюция отражает существующие в регионе положения дел, мы не стали накладывать вето. На 69-м году жизни умер гитарист британской рок-группы «Статус Кво» Рик Парфит. Он скончался в испанской больнице, куда он обратился из-за травмы плеча. Об этом сообщил менеджер музыканта, не уточнив причины смерти. В октябре гитарист заявил, что больше не будет выступать в группе в связи с перенесенным летом сердечным приступом. Группа «Статус Кво» стала широко популярна в 70-х, на счету группы более 30 студийных альбомов. Миллионы людей по всему миру готовятся встретить Рождество. В аэропортах и магазинах традиционный ажиотаж. Президент США Барак Обама и его супруга Мишель, первая леди страны, последний раз в качестве хозяев Белого дома записали поздравительную речь. Обама прощается с американцами, вмонтировав в видеообращение кадры своего первого рождественского поздравления восьмилетней давности. ФБР тем временем предупредило о возможных террористических атаках на территории Соединенных Штатов в праздничные дни. Предполагаемые организаторы, запрещенные в России и ряде других стран группировкой «Исламское государство». Госдепартамент США также предостерег американских туристов от посещения Иордании и отдельных районов Египта, сославшись на высокий уровень террористической угрозы. Санта-Клаус совершает между тем рождественское кругосветное турне. Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки Норад нашло Санту и показало его воздушный маршрут. Проект Норад следит за Сантой существует более 60 лет. Десятки тысяч детей со всего мира звонят по специальному номеру, чтобы узнать местонахождение Санты и главное понять в срок ли будут доставлены им подарки. Уезжая в турне из Лапландии, Санта поздравил всех с Рождеством. Посмотрите, как это было. Я желаю вам всем очень счастливого Рождества. На этом все. Увидимся. Счастливого Рождества. 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 Продолжение следует...